здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы рассмотрим такой кондиционер для аквариумной воды как малахитовый зеленый и немножко разберем для чего его применяют и как он вообще работает данный кондиционер производится в санкт-петербурге компания о зоомир разливается по флакончикам 50 миллилитров что ровно на 100 литров воды и об этом они помечают на своей полимерной упаковочке малахитовый зеленый в первую очередь это синтетический краситель если можно так выразиться а потом уже кондиционер кондиционировать воду с помощью кондиционера малахитовый зеленый можно только в аквариум в котором содержатся взрослые рыбки хочу еще перечислить какие рыбки могут в принципе для каких рыб можно пользоваться малахитовым зеленым это живородящие икра мечущие карпозубообразные это групп группы африканских и американских харациновых цихлид лабиринтовые карповые барбусы золотые рыбки в общем те рыбки которые имеют чешую и не рекомендуют соответственно тем кто чешую не имеет и тем более использовать для мальков если у вас мальки или если у вас рыбки не имеет чешуи то лучше использовать какой-либо другой кондиционер ну и давайте поговорим о способах применения как я уже говорил один флакон это 50 миллилитров рассчитан на содержание 100 литров воды то есть на использование 100 литров воды 10 миллиграмм красителя малахитового зеленого получается да в этих 50 миллиграммах в качестве мерной емкости вы можете использовать как колпачок флакона так и любую другую емкость приблизительно 5 миллилитров раствора помещается в самом колпачке вот в этом вот ну это для того чтобы легче было подсчитать определенное количество кондиционера рассчитана на весь объем воды в аквариуме разбавляют свежей ну как правило отстоявшаяся вода которая вы используете для своего аквариума стеклянном сосуде ну или в любом другом суде емкостью 200 250 миллилитров затем этот раствор постепенно равными порциями как правило это происходит в три приема в три применения с интервалом где-то около получаса переливают в аквариум который нуждается в кондиционировании воды причем осторожно перемешивать желательно в этот момент кондиционер вводят в аквариум в воду через каждые 7-10 дней перед добавлением кондиционера рекомендуется произвести дополнительную подмену воды где-то примерно 1 3 1 2 объема от самого аквариума ну и как обычно перед тем как будете добавлять кондиционер в воду в аквариуме следует удалить биофильтр и фильтр с активированным углем температуру воды рекомендуется при этом повысить до двадцати восьми градусов так эффект будет намного эффективнее эффект будет больше и поддерживать эту температуру соответственно надо будет на уровне для освобождения воды от окрашивания по окончании кондиционирования применяют фильтр соответственно и либо с углем ну либо тот фильтр про который я уже говорил до биофильтр при этом и соответственно можно еще повысить эффект кондиционера малахитова зеленого применяя его одновременно с кондиционером сульфат меди из расчета 5 миллилитров кондиционера зеленого малахитова и 5 капель кондиционера сульфата меди на каждые 10 литров аквариумной воды при этом еще конечно я вам я сейчас еще покажу цвет малахитовый зеленый особый какой-то не имеет если помните видео если смотрели видео на нашем канале про метиленовый синий когда вода сильно окрашивается когда он такой насыщенный насыщенный синий цвет то здесь такого не будет он практически прозрачный не забывайте о том что название кондиционер это конечно такое мягкое приятное слово но у любого кондиционера есть ряд минусов ряд опасных моментов опасных моментов которые не позволяют его использовать так как хотим мы помните о том что нужно следовать инструкции применять кондиционеры только по назначению ну и конечно же хранить их недоступным для детей вместе желательно чтобы этот данный кондиционер хранился в темном месте и прохладном а также ни в коем случае не хранить его с пищевыми разными продуктами вдали от них нужно хранить обязательно потому что может случиться всякое и можно соответственно отравиться кондиционеры кстати эти вот сохраняют свои свойства после замораживания размораживания поэтому если вдруг случится так что попали на северный полюс ничего страшного не произойдет при пониженной температуре возможно выпадение осадка ну и соответственно эффект и качество данного средства будет портиться и снижаться так как одна рука у меня занятая мне держу видеокамеру в дальнейшей работе не поможет степлер держа колпачок малахитового зеленого как я вам уже говорил то что цвет у него не такой насыщенный не такой темный как у метиленового синего ведь такой пол голубоватый и непонятный цвет у этого средства набираем один колпачок один колпачок как я уже говорил это 5 миллилитров что соответствует 10 литрам воды но перед тем как его добавлять в аквариум его нужно растворить в отстоявшейся емкости так вот колпачок немножко прополосну отстоявшейся емкости вот теперь его уже можно будет заливать то есть вот здесь сейчас ровно на 10 литров ровно на 10 литров а сейчас давайте все таки разберем поподробней причем при каких болезнях при каких проблемах применяют данное средство ну и первое для чего применяют это при плавниковой гнили дерматометозе ихтиофтерозе а одинозе хилодонеллезе костиозе триходинозе гиродоктиллезе и так далее в общем средства можно сказать универсальное ну или как люди в простонародье говорят манка появилась у рыб до это средство тоже используется от этой манки кстати в ближайшее время у нас будет выпуск как мы боремся с манкой покажем расскажем и как раз на практике применим этот кондиционер на этом принципе все мои дорогие друзья спасибо вам за внимание спасибо за то что вы смотрите наше видео ставите лайки пишите комментарии я вам очень признателен и благодарен на этом все всего вам доброго до новых встреч до свидания как то Продолжение следует...